доброе утро решил снять видео по наращиванию препаратов этих грибков для своей рассады значит здесь один килограмм перловки на шесть контейнеров в первом контейнере гриб из препарата микорат немата здесь баверия метаризиум артробатрин значит в пакетике глиоклодин здесь трихоцин сп это два контейнера получается с триходермой харцианом значит заселил я это все в пятницу вечером трое с половиной суток назад контейнеры обычные из-под фруктов овощей в супермаркетах я просто помыл мыющим средством засыпал сюда перловку предварительно подготовленную как я ее обычно готовлю вот заселил грибки из чашки петри брал кусочек агара это по квадратному сантиметру наверное все это перемешивал закрыл пакетиками пакетики вот так вот чтобы они были надутые это нужно для того чтобы конденсат на зерно не тек пакетики лучше с зерном чтобы не соприкасались она может закиснуть контаминации никакой препаратов нету они чистенькие значит трое с половиной суток я их не трогал вообще закрыл и они спокойно росли единственное следил чтобы вот пакетики были в таком виде сейчас я их немножечко перемешаю чтобы они не были такие слипшиеся все кроме баверия потому что ее перемешивать не надо она все равно будет комками если ее перемешивать тщательно и часто то мицель разрушается она толком не растет поэтому она так вот и вырастет а это потом все высушу буду использовать именно в таком виде вот остальные немножечко разобью и потом закрою еще в пакетике где-то на двое-трое суток после этого открою полностью на просушку уже или либо их можно уже использовать принципе их уже сейчас можно использовать потому что пороношение у них всех есть но его еще как бы не особо много значит прошло еще трое суток я трое суток назад эти грибные культуры разбил ложечкой размешал значит то есть от момента заселения 6 половиной суток здесь вот у нас трихоцин сп вот где немножечко упал полиэтиленовый пакет на поверхность там соответственно видно что он намокал и плохо нарос значит это вот у нас препарат глиокладин это препарат метаризиум значит это у нас культура выделены из артробатрина вот она единственная которая немножечко начала контаминироваться пенициллином и аспергилом вероятнее всего просто вот этот вот контейнер был более загрязнен скажем так чем остальные значит это препарат из микорат не то есть все они чистенькие я сейчас еще разочек размешаю ложкой кроме баверия и уже оставлю открытыми на просушку то есть все достаточно хорошо наросло то есть сами препараты по себе достаточно должны быть рыхлые вот они то есть они не слипшиеся несмотря на то что три дня так вот представили ну вот рихадерма хальцианум у нее есть тенденция к слепанию даже больше чем у вериды и она очень сильно размягчает зерна то есть они становятся такие кашицеобразные но я думаю что все равно я ее смогу размешать вот она достаточно хорошо и они у меня будут сушиться их потом я использую для почвы в рассаду толщина еще раз говорю крупы должна быть максимум два сантиметра лучше даже меньше потому что если она больше то внизу крупа начинает закисать не надо жадничать в принципе достаточно даже вот положить там в буквально в два-три слоя чтобы зернышки были если закутать полиэтиленом если там будет стопроцентная влажность то они нормально все равно будут расти они не высохнут и все получится нормальную культуру вырастить безо всяких скажем так загрязнений еще коротенькое добавление по поводу контаминации то есть она в принципе никак мне не помешает потому что эти препараты все равно пойдут в землю пеницилл и аспергилл в земле живут и никакого вреда не приносят кстати вот эти вот препараты которые рассыпчатые я перемешивать не буду то есть они и так нормально высохнут перемешаю только триходерму харцианом чтобы она когда высохла но не было такими конгломератами и вот по поводу еще этого препарата то есть выделенного из артробатрина это все-таки я думаю что не олигоспора потому что но по структуре она вообще очень похожа на вот этот вот перед соломицес лиловый вот единственная она скажем так более лиловая то есть и реверс агара она окрашивает в такой лилово-фиолетовый цвет вот этот такой сера чуть-чуть чуть-чуть скажем так розоватый по структуре мицелия по спорам все 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 одно и то же просто это скорее всего другой какой-то штамм этого же гриба артробатиса лигоспора должна по-другому выглядеть просто-напросто но главное что он от нематопа работает это я проверял два раза в экспериментах своих на чашке петли в почве посмотрим надеюсь тоже будет работать